Алло, друзья, спешу похвалиться, поделиться новостью. Моторчик работает, да? Вот еще одна мечта идиота сбылась, да? Что теперь несбыточно в России, да? Почти несбыточно, скажем так. Сейчас заглохнет. В общем, сегодня у нас на рассмотрении такая вот заглохла. 1996 года, Toyota Grand Vey, он же Hays, полный привод, серый цвет. KCH 16, да? 16, это значит полный, если 10, значит задний привод. Расход, ну, по японским этим у него рекламным книжкам 16,5 километров на литр проезжает, да. Кстати, Prado лучше. Вон, Cruiser Prado. Но он поменьше, обтекаемся, может получше, имеется в виду вес поменьше, да. Вот это все-таки автопчик тяжелый, длиннобазный, высокий. Сейчас мы пока возим первые два года, по-моему, да, даже год. Даже меньше. Выпускалось две комплектации G и Q. Это вот Q, 7-местная, G это 8-местная. Вот. Потом, я думаю, где-то с июня или с августа, я точно помню. Более жирные комплектации еще пойдут, у которых передние сиденья не поворачиваются, на этих-то нет, да. Чем отличаются в основном? То, что 6, 7, 8 мест. Потом, ну, салон другого цвета там, то есть материал, отделка. И, ну, может быть, не знаю, там есть Sleep Limited Default, не в курсе пока. Вроде бы нет, там по табличке подкапотной можно определить. Так, чем нравится? У него уже компоновка примерно как у Delica Space. Места побольше, скажем так, пол уже ровный, длинная база. И для семьи тут, конечно, разгулять поле. В принципе, тот же самый Regius, только Regius он уже, он как Hayes, он тут стоит Hayes, сказать, на натуре тоже. А Granvia, она шире на 80 метров, вайвербоди. И, в принципе, это Touring Hayes, Grand Hayes, вот через 97-го года, по-моему, пойдет, да, Grand Hayes. Вот это все одна и та же песня, короче. Просто у Grand Hayes там морда, отделка немножко другая, да. А так, ну и, конечно, интеркулер, понятно, она поинтереснее, машина. Но это тоже ничего. Скоро будем возить и Grand Hayes, да, Grand Hayes. Так, резину новую поставили. Очень хорошая Summit Homo. Open Range, All Terrain. Резина такая вот. Кстати, даже, по-моему, родной размер, да, 215 на 75 или чуть выше. Это Original, slightly bigger. Ну, это хорошо. В общем, хорошая резина. И она была изношена неровно, иногда эти ротацию не делал японец. Хорошие, кстати, диски, может кто знает. Тут названия я не вижу. Но хорошие они, походу, эти Forge, Forge велосипеда. И, короче, износ был неровный. Сильно тянуло направо из-за этого машины. Сейчас все нормально, прекрасно, да. Новая резина, и все, проблема решена. Такая огромная дверка, огромная подножка. Здесь у нас винномбер. Здесь вот сиденье не крутится, да, но зато на этот раз все работает, да, даже без зажигания. Вот, красота. Ну, там понятно уже, что шестеренка пластиковая. Мы уже нашли, кстати, на ebay. Там вот две шестеренки, и одна проворачивает ее, а там на ebay за 25 долларов можно найти медную. Медную или латунную. Следующая вот у них была замена масла. Previous oil change, next oil change, only oil, то есть oil and fuel element, то есть oil element 95, да. То есть они через 5000 все это меняют, да. То есть сначала масло с фильтром, потом просто масло, потом масло с фильтром. Каждые 5000, да. Турботаймер. Это не родная штука турботаймер, но хорошая штука, да. Складывание зеркал. Кстати, вот редкая опция открывания дверей. Такой вот, да, на Q у него отделка и другая. Я вон шторки закрыл, они работают, хотя надо там подсмазать их силиконом, чем-то, не знаю, колитесь там, чем мажете, да, чтобы хорошо летали шторки. Здесь еще такой на подъем как бы. Так, ну ладно, держимся за ручку, залазим. Ох ты! Америка, Европа! Так, запускаем. Запускаем. Еще не помыли, но что-то мне не втерпел ждать это на хорошую машину. Кстати, вот у нее такой вот этот, да. Оп. Такая функция, да. Два ключа. Здесь вот болта нет, блин, жалко. Японец потерял шуруп, хулиган малай. Кто подскажет, от чего найти в каком-нибудь мусоре, да. Так, давай, включаем сжигание. Все, свеча накала отработала, аптитрон загорелся. Кстати, новая батарея, не у батареи. Ну, тут, понятно, автомат. Автомат. Центральный замок. Это вот второе стекло, да. Помыть надо. Это у нас подсветка всякая, разная. Так, это выключим, да. Это у нас рукопашный люк работает, да. Ух ты, как он прилип, да, что ли. Это у нас электрический. Кстати, на одной машине щелкает и не работает. То есть, где-то там слева щелкает релюшка и не работает. Может кто что подскажет, да. Ну, это климат тоже. Автомат нажимаем и понеслась, да. Оф, так. Кондиционер и все такое прочее. Ну, это могу включить музыку. Японский приблуды навигации. Тут телевизор и все такое прочее, да. Где у нас радио, да. Все. Хватит, чтобы Юпуп не обиделся. Как это и нету прикорки. Я куда-то он делал. Саканик. Вот тут бардачок. У нас аукционный лист. Три с половиной, но я бы, блин, дал бы четверку этой машине. May be great for. Якобы сзади, снизу вот коррозия эта есть, но особо коррозии не видел. Пробег 8, 10, 7, 3, 130. Но мы уже немного намотали. В общем, 2001 год у него техосмотр. Previous inspection. Че еще? Новый резинный, new battery. Нашим клиентам. Пускай смотрит. Так, все, да. И вот тут вот китап. Китап книжка. Книжка. Родная книжка. На Гранвие, да. Все тут доступно. Кстати, вот он что-то заложил тут. Что-то ему тут сильно его интересовало. В этой закладке. А что тут? А, как подушки работает. Ух ты. Молодец. Хозяин. За эту машину ему спасибо. Все работает. Здесь вот холодильник идет. И теплый бокс. Ну, от печки, кстати, от кондиционера. Вот, ну, здесь ничего нет. Баклячок. И эта лабуда не двигается. Некоторые машины, она тут уже уходит. Все день двигается. Подлокотники, кстати, вот. Подлокотники. Так. Ну, что еще? Тут таких вот фэнси нету зеркал с подсветкой. Вот сигнал вам. Так, вот автосвет есть. Пока включу противотуманки. Вот тут есть спереди. Потом покажу регулятор этого, регулировка этого руля. Вверх-вниз. Так. Ага. Да, этот же вам надо показать. Складывание зеркал, понятно. Ретракт. Вот он. Хоп. Их она. Все отлично. Все работает. Молодец. Молодец, Сина. Как бабушка говорила. Так, open. Нажимаем. Или с ручником работает, или на тормоз надо нажимать. На заведенном. Вот сейчас нажал на тормоз. И держим кнопку. И она пошла туда. Так, надо всю эту шторку закрыть. Вот шторочки. Это вот у нас. Они не написали. На старых писали. Какая, да, задняя. Какая, что? Это, наверное, задняя. Да, вот задняя. И вот эти боковые все. Так. И теперь нажимаем на этот самый. А-а-а, где-то дверка-таут. То есть, close. Закрываем. То есть, для безопасности она закрывается в два этапа. Ну и автодоводчик там щелк. Дор-дор-дор-дор. Так. Ну что, все. Движочек шепчет. Залили ему там дизель-клинт. Специально там добавку. Здесь соляра сухая. Для этих. Ну, короче, для биологии. Как оно там. Для экологии. Делают очень сухую соляру. Вот. Работает мягенько. На этой добавке. Там же клеры. Все эти. Ну, я считаю, механическое. Это ТНВД. Он уже смазывается. Так. Вот они эти. Фоглайт. Вот эта вот секция. Фоглайт. Полернуть надо. Помыть надо. Еще даже не мыли ее, кстати. Не чистили внутри. Вот такая попалась удачная Макина. Там два люка. Ну-ка, сейчас запрыгну. Антенна такая. Не знаю, заводская нет. Но написано Toyota без подсветки. Так. Ну-ка, попробую я сюда залезть. Опа-ля. Вот он. Техосмотр. Шакен. Инспекшн. Вот они люки. Кстати, сверху, наверное, как-то багажник пристегивается. Вот на эти штуки. У меня там есть проспекты рекламные японские. Заказал на Яху. И надо этот. Посмотреть, что туда на крышу лезет. Так. Вот такого дадим угла. С нашей надписью. Вон там он. Где ДМ, да? У нас есть. Вот сайта. Так. Еще зайдем в боковую заправку у нее тут. Опа. Я закрыл. Ну ладно. Обойдем машину тогда. Когда заводишь, все закрывается, не открывается. Так. Спойлера, кстати, нет, да? И нету этих. Сонаров хозяин не хотел их дать. Ну, молодец. Зато я не тюкнул машину за 25 лет. И почему-то буквы нет. Вот Q или G. Почему у него не перекрашивал он ее. Не знаю. Кстати, один хозяин. One Honor. То есть с 96-го года. Это знак парковки. Это от Ecology. А это вот с 96-го года. One Honor. Вот. Четырехканальный АБС. Да. Пойду, открою. Сейчас, ну-ка, на нем вниз. Опа-ля. Вот это... О! New Exhaust, наверное, да? Новый глушитель, может быть. Чуть-чуть там есть какая-то сыпь поверхностная. Ну, не так страшно. Ржавчины, я имею в виду. Полный привод. Естественно, они все идут с этим... С каким-то налетом ржавчинки. Главное, чтобы коррозии не было. Так, что я хотел? Открыть замок. А вот тут у нас fuel tank. Вот здесь у меня открывается. Вот тут вот, да. Где он? Вот он. Что еще показать-то? Ну, подстаканник я показал. Кстати, все раскладывается в полный спальник. Может, даже и не поленюсь сейчас. А, мотор покажу. Точно. Такой. Типа обзор, но не обзор, да? У нас всегда обзор типа и не обзор. Мотор пыльноватый. Надо помыть. Что-то иногда ломается лабуда. Вот здесь, кстати, черная лабуда. Она обычно белая. Я предпочитаю белую. Зато видно, вот батарею новую поставили. Вот. Что мы тут имеем? Батарея одна. Вот она, кстати, вот надо менять прокладку в сифоне. Меняйте вот эти все свежие. Эту, эту. Они дубеют резинки. Ну, или эту крышку. И потом давление не создается. И у него потом с сифоник начинает. Так, вот покажу. Вот эти все циферки. Какой-то мост. Коробка, ну, как на Хаэси, по-моему. Я не помню, 340-ая или 341-ая. Мотор и все такое прочее. Ну, без интеркулера, 130 лошадей. Был бы, конечно, интеркулер, был бы 140-145 лошадей. А, ну, куда-то занялся, что ли, отсюда. Неудобно. А, он этот, топливный насос. Топливный насос. Фильтр. Топливный. Крилл-клитр. Так. Капот тоже, блин, вот такой. Тяжеленький. Ну, погнали, эту дверку покажем. Так, вот у нас заправка. Ну, тут написано для дураков дизель. Открываем огромная дверка. Совсем огромная дверка, да? Какой, блин, вход тут, да? Прекрасный. Жалко, конечно, все духи эти не поворачиваются. Так, ну, здесь, наверное, предохранитель. Вот подушка. Airbag, airbag. Two airbag. Здесь, кстати, вот она. А, там же этот, забыл показать, вот такой секрет есть. Бардачок. Ах, блин, открыть не могу. Вот он, неудобно, мне с той стороны залез. Вот он, для тапочек, или для чего там. Бардачочек, чуть-чуть туг идет, надо смазать. Все надо смазать, короче. Вот этот знак, чтобы не прищемить кого-нибудь. Ага, вот он сам доводчик, да? Снутри он, естественно, да, отсюда не открывается. Уководитель руководит им. Вот эта вот подножка. Кстати, на фаргу, тут это, не фаргу, а вот эту подножку можно как сиденьку использовать. Здесь не получится, да. Так, ну, там задняя печка, кондиционер, вот тут все. Подсветка. Люк дернем пару раз. Так, что еще? Ну, сидушки показать, что ли, да? Как они? Тут вот, кстати, есть где-то кнопочка. А, вот так вот нажимаем. И она прокручивается. Юбка туго. Так вот и получилось. Ну, в принципе, туго. Ну, и крути, верти. Не дали, да? Пока не дали. Вот тут столик ставишь и кушаешь там, или, не знаю, там, убираешь карты. Так, что-то у нас защелкнулось, ну, правильно. А накрутится сюда, нет? Нет. Короче, крутится только на этот самый. Видит запись, да? А то непонятно. Крутится только на 180 градусов. То есть сюда и сюда. То есть полностью, блин, по-моему, на старых, а если она крутится, можно сидеть на море, как бы, глазить, да? А здесь, ну, в принципе, тоже. Только туда лицом не получится. Так, ну, начну типа спальника сообразить, что ли, да? Показать. Ой, блин, пугая все. Как новенькая. Пробег-то маленький. Смазать надо срочно. Ладно, сделаем так, попроще. Блин, подлокотник, то есть подголовник тугой, как вот так вот сделал. И тут у нас сиденье до конца вперед. Сейчас попробуем наклонить. Ну, в общем, опускается все. Или все-таки сейчас, ладно. Снимаем. Устанавливаем. Снимаем. Black comunicатель. Пришлось попотеть, подголовник, но не просох, а вот так все сидушки раскладываются. Американцы вообще не знают, многие приходят, первый раз покупают. Так, механизм покажу, вот этот, как он тут устроен. И заглянем, заглянем, подсветка. Ага, я сиденье назад сдвинул, да? Окей, спальник не получится показать. Тут тоже три трубочки, за которые можно вперед-назад. Ну нет, ручка одна только, да? Есть две ручки, есть где-то экономия. Подсветка сзади, кармашки, алюминий, для всех понятно. Попробуем вперед сдвинуть. Извиняюсь, я опять назад. Вот так вот постарался для вас спальник разложить. Вот эти выбрать надо, естественно. Это вот сюда. Туда можно какую-нибудь полку сделать, чтобы вот это место, но все равно какой-нибудь надувной матрасик нужен, да? Потому что вот это слишком люксово, они тоже неудобные. Удобнее так же, как и на Делике восьмиместный, или вот этот у нас восьмиместный. Эйдпасом за все, да? То есть здесь все пространство заполняется и гораздо удобнее, и вот эти сидушки там более ровные. Ну тут все эти бардачки...